Сварка ПВХ-мембраны Logic Base VSL с применением ручного сварочного оборудования Для монтажа системы вам понадобится следующий набор оборудования Ручной фен с насадками разной ширины Комплект прикаточных роликов Щетка для очистки сопла Пробник проверки качества шва Ножницы Выдвижной нож с плоским лезвием Шлицевая отвертка Рулетка Маркер Активатор Технониколь для очистки мембраны от загрязнений Перчатки с латексным покрытием Металлическая пластина Удалите грязь и пыль с поверхности мембраны В случае сложных загрязнений используйте очистительный состав для ПВХ-мембран Технониколь Важно! Применяйте только рекомендованные типы очистителя Перед началом работ проверьте оборудование Корпус аппарата, отверстия для воздуха и дисплей должны быть чистыми и все пиктограммы отчетливо просматриваться Сетевой кабель не должен иметь повреждений Важно! Применяйте только специализированное оборудование для сварки полимерных мембран Закрепите щелевую насадку при помощи винта для фиксации и отвертки Просвет щелевой насадки должен быть прямым и чистым Нажмите кнопку «Включение» и удерживайте несколько секунд Для сварки мембраны Logic Base VSL выберите температуру в зависимости от погодных условий и используемого по ширине сопла Сформируйте нахлёст не менее 80 мм и выполните частичную прихватку шва Важно! Разогрев и прижатие должны быть кратковременными – не более 2-3 секунд Сформируйте тепловой карман Для этого быстро введите фен вдоль шва, прикатывая мембрану роликом Выдерживайте расстояние от сопла на 10 мм Выполните окончательную сварку Для этого поместите горячий фен в тепловой карман под углом примерно 45 градусов Важно! Край сопла должен на 3-4 мм выступать из нахлёста Выдерживая дистанцию в 10-20 мм, прикатывайте ролик параллельно кромке сопла Выполните визуальный контроль качества шва Признаки качественного шва Глянцевая полоса вдоль шва Небольшой выплав материала Отсутствие признаков перегрева мембраны Для инструментальной проверки качества шва используйте специальный пробник Проведите пробником вдоль шва, легко нажимая на него Кончик пробника не должен проникать в шов Разрушающий метод контроля Вырежьте поперёк полученного шва полоску шириной 20-30 мм И разорвите соединение руками Разрыв качественного шва должен происходить по материалу Ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм При сварке Т-образных нахлёстов рекомендуется на нижнем полотне в районе сварного шва снять фаски В момент сварки прикаточный ролик следует перевести на ребро И с чуть большим давлением на ролик прокатать данный участок Установите усиление на Т-образном шве Со всех выступающих кромок снимите фаску Затем выполните установку латки с полной приваркой по всему периметру Сварка ПВХ-мембраны Logic Base с применением ручного сварочного оборудования выполнена Сварка Logic Base VSL с применением автоматического аппарата TWIN-NIT Перед началом работ проверьте оборудование Корпус аппарата, отверстия для воздуха и дисплей должны быть чистыми И все пиктограммы отчётливо просматриваться Сетевой кабель не должен иметь повреждений Важно! Применяйте только специализированное оборудование для сварки полимерных мембран Просвет щелевой насадки должен быть прямым и чистым Установите давление прижимных роликов на шов Оно зависит от толщины мембраны На каждый миллиметр толщины мембраны должно приходиться 150 ньютонов Для регулировки усилия Разместите два слоя материала между роликами аппарата Слегка зажмите их Поворотом регулировочной муфты добейтесь плотного прижатия мембраны к роликам После этого разожмите ролики И поворотом регулировочной муфты установите расчётное давление Поворот муфты на одну грань соответствует прижиму в 100 ньютонов Чтобы задать температуру воздушного потока Зажмите кнопку H И когда на дисплее отобразится значение температуры Используйте клавиши плюс и минус Установите температуру Активируйте нагрев нажав одновременно кнопки H плюс Чтобы задать скорость движения аппарата используйте клавиши плюс и минус Оптимальные параметры определяются путём пробной сварки Для этого подготовьте полосы материала шириной не менее 30 сантиметров и длиной не менее 1 метра Сварите полосы мембраны, изменяя скорость сварочного аппарата на участках длиной не менее 10 сантиметров После остывания полученного сварного шва не ранее чем через 30 минут выполните контроль его качества Для этого вырежьте поперёк полученного шва полоску шириной 20-30 миллиметров и разорвите соединение руками После установки оптимальных параметров можно приступать к сварке Заведите нижнее полотно мембраны в нижнюю консоль сварочного аппарата А верхнее полотно в верхнюю консоль сварочного аппарата Введите сопло аппарата между полотен Переведите рычаг зажима вниз до его фиксации Приведите в действие прижимные ролики нажатием кнопки «М» Во избежание перегрева полотен все манипуляции должны выполняться максимально быстро При подходе к концу полотен разожмите рычаг зажима Выньте сопло аппарата слегка потянув его в сторону по направляющей до фиксации Остановите движение ведущих роликов нажатием кнопки «М» Важно! Не допускайте движение прижимных роликов в зажатом состоянии без материала Для проверки герметичности швов, выполненных автоматическим аппаратом, потребуется Специальная игла с манометром Соединительный шланг Компрессор Запаяйте проверочный канал на концах полученного шва ручным сварочным аппаратом Введите иглу с манометром в пространство воздушного канала Важно! Будьте осторожны при вводе иглы Она не должна повредить оборотную сторону воздушного канала Включите компрессор и производите подачу воздуха до давления 1,5-2 атмосферы В зависимости от толщины мембраны Дождитесь стабилизации давления в шве и засеките время Если в течение 3 минут давление упало не более чем на 20%, шов является герметичным После проверки герметичности шва извлеките иглу из проверочного канала На место прокола мембраны установите латку Сварку в зоне Т-образного шва выполняйте с обязательной подрезкой свободного края верхнего полотна мембраны Срежьте свободный край на протяжении 120-140 мм Снимите фаску там, где был срезан свободный край Это позволит избежать ступеньки, которую будет сложно проварить Важно! Контролируйте глубину снятия фаски Не срезайте проваренные участки Проварите Т-образный шов автоматическим сварочным аппаратом Обратите особое внимание при сварке в месте пересечения полотен Проверьте Т-образный шов избыточным давлением, аналогично прямому шву Для устройства сплошных швов большой длины допускается применять аппараты варимат разных модификаций Перед началом сварки рабочих швов необходимо выполнить подбор параметров сварки И выполнить тестовый шов с обязательной проверкой разрушающим методом Секционирование гидроизоляции с помощью гидрошпонки Технониколь EC223 Сварка к мембране ручным сварочным аппаратом Уложите гидрошпонку Технониколь EC223 или EC324 плоской стороной на поверхность мембраны Выполните фиксацию гидрошпонки к поверхности мембраны Точечно прихватите ее с шагом 20-30 см Это позволит избежать смещения гидрошпонки и образования волн при сварке Насадку шириной 40 мм поместите между свариваемыми поверхностями мембраны и гидрошпонки Следите, чтобы кончик насадки выходил за наружную кромку формируемого шва на 3-4 мм Непрерывно введите аппарат вдоль шва, равномерно прогревая обе поверхности Важно! Используйте тефлоновый прикаточный ролик для достижения достаточного давления После остывания полученного сварного шва, не ранее чем через 30 минут, выполните контроль его качества с помощью пробника Для сварки швов большей длины рекомендуется сварка автоматическим оборудованием Параметры сварки аналогичны подобранным ранее параметрам для сварки мембраны После остывания проверку качества сварного шва выполняем пробником Секционирование гидроизоляции завершено Устройство внутреннего и внешнего угла В основании внутреннего угла сформируйте карман из мембраны Проварите внутренний карман Для этого подложите металлическую пластину под нижнюю часть мембраны Подогрите заваренный карман и приварите его к горизонтальному нахлёсту при помощи узкого латунного ролика Приварите сформированный элемент к основной мембране Для устройства внешнего угла разрежьте мембрану, не дорезая до основания угла как минимум 5 мм Важно! Обязательно закруглите острые углы Приварите нахлёст горизонтально уложенной мембране Вырежьте заготовку мембраны Logic Base VSL таких размеров, чтобы она не менее чем на 50 мм перекрывала место разреза Прогрейте и растяните закругленный уголок заготовки Приварите подготовленную заготовку на угол Для сварки в узких местах используйте латунный ролик Сварку оставшейся площади заготовки выполните силиконовым роликом Следуя этим простым правилам, вы сможете приварить ПВХ-мембрану к углам любой сложности Устройство примыкания ПВХ-мембраны к трубе Для этой операции вам понадобятся 3 хомута под диаметр трубы Набухающий герметик Технониколь В качестве дополнительной меры Герметик Технониколь PU Logic Flex Пистолет для герметика Для этого выполните отверстие в прямоугольной заготовке Разогрейте заготовку и установите на трубу Обеспечьте заход мембраны на трубу минимум 20 мм Вырежьте фартук из мембраны Длина фартука подбирается из фактического диаметра трубы Плюс 50 мм перехлёста Разогрейте феном небольшой участок нижней части заготовки И выполните растяжку мембраны Разогрев производится последовательно Приварите заготовку к основной мембране Величина нахлёста заготовки на горизонтали должна составлять не менее 30 мм Проварите вертикальный нахлёст Для удобства сварки делайте вертикальную часть фартука выше на несколько сантиметров Затем её можно обрезать на необходимую высоту Для герметизации используйте набухающий герметик технониколь Установите и закрепите хомуты на выполненное примыкание Расстояние между хомутами должно составлять 30-50 мм Заполните набухающим герметиком образовавшуюся полость между мембраной и трубой В качестве дополнительной меры рекомендуем обработать край мембраны герметиком технониколь PU Logic Flex Для этого при необходимости удалите излишки набухающего герметика и нанесите герметик технониколь PU Logic Flex Таким образом узел примыкания выполнен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова